Всем привет, друзья! Вы снова на канале Gravity Play и с вами неизменно я, Лол Гравити. К сожалению, у меня были некоторые неприятности с компуктором, но раз вы это смотрите, значит они благополучно разрешились. Сегодня мы отдохнем от Tiny Room и у нас сегодня кое-что интересное. Это новый дудл, приуроченный к Олимпийским играм 2020 года, которые сейчас проходят в Токио. Для тех, кто не знает, дудлы это такие мини-игры или интерактивные сцены, которые доступны прямо в браузере. И по-моему этот получился просто офигенским, потому что это не просто какая-то интерактивная сцена. Как миленько. Это напоминает прям какое-то аниме. А, ну да, собственно, проходит же в Токио, а как правило в японской анимации им присущ вот определенный стиль, который многие называют как раз таки аниме. Но в Японии сами японцы, они не относятся так аниме. У них слово аниме подразумевает вообще какую-либо мультипликацию. Но сделано именно в стиле как раз таки японских мультиков. Прикольно. И сейчас будет момент, который мне очень напоминает Наруто. Сейчас он такой прыгнет. Вот. Вот этот мини-кипотик такой прыгает. И тут вот эта деревушка. И прям очень почему-то Наруто напоминает. И получилась целая мини... Да, даже не мини, а я бы сказал полноценная игра, как на Сеге. Потому что тут все очень интерактивно. Вот, можно разговаривать с каждым персонажем, взаимодействовать с очень многими объектами. По-моему, это очень круто. Учитывая, что это просто браузерная игра. Это просто офигенно. Добро пожаловать на остров чемпионов. Каждые четыре года сильнейшие спортсмены мира собираются здесь, чтобы посоревноваться. Подойди к красным воротам, чтобы мы могли проверить ваши способности. Ну, собственно, пойдем к красным воротам. Это настольный теннис. Не знаю почему, но почему-то проверяется здесь свои способности настольный теннис. Я же нажимал! Я нажимал! Ну, какого хрена? Хорошо. Пока отбил. Не, ну это не честно. Или это типа просто вступительная часть, чтобы дать мне посмотреть, что из себя вообще представляет этот дуду? Вы победили. Но неплохо для вступления. Вы сильнее, чем кажетесь. Вдруг это тот, кто спасет нас. Чтобы бросить им вызов, найдите красные ворота. Победите и восстановите равновесие на острове. Ну что ж, поехали. Так как я уже играл, сразу немножко расскажу. Тут очень много объектов, с которыми можно взаимодействовать. То есть это какие-нибудь таблички, какие-то чубрики. Почти каждый персонаж, ты с ним можешь поговорить. Хоть коротенький какой-нибудь, но диалог может состояться. Ты можешь заходить в большинство из зданий. Все спортивные игры снаружи, найди красные ворота. Ну, понятно. Можно перемещаться по карте как самому, так есть и быстрые перемещения. Собственно, вот они. Нажимаем, допустим, вот на... Что это у нас? Скалолазание. Ну, начнем со скалолазания. Может тут немножко походить. Посмотреть на всякие штуки. Помимо каких-то спортивных соревнований, так называемых дисциплин, здесь есть еще мини-квесты. Фукура вернется в Додзио скалолазание только после того, как кто-нибудь... Как кто-нибудь поднимется к нему на вершину горы. Ну, собственно, давайте сразу поучаствуем, что бы и нет. Да, и перед началом каждого из каких-то вот этих состязаний тут такой мини-мультик нарисованный. То есть чуваки заморочились. Это прям очень круто. Мне очень нравится. Так. А, вот эти вот фонарики, типа... Типа это чекпоинт, я понял. Так, следующий чекпоинт. И, наверное, вот эта штука, которая сыпется, наверное, не стоит попадать на нее. Ну, в смысле, чтобы она попала на тебя. Иначе, наверное, ты... Ой. Наверное, ты потеряешь... Короче, ты упадешь, она тебя собьет. Вообще-то я тупо любим. Ну, вот. Как вот так, например. А, это просто островок без чекпоинта. А-а-а. А-а-а. Вот как. А, ну, то есть, если ты на островке, то снежок тебе не страшен, получается. Ну, а если ты висишь, то да. И, получается, возвращает тебя на чекпоинт. Ясно. А, у меня 23 секунды, блин. Так. Так. Хорошо. Блин, кажется, я не успею. Ну, да. Ну, да ладно. Суть игры вы поняли. Не хочу набирать максимальное количество очков. Я просто, пожалуй, схожу к следующим. Так, а что там у нас такое? Синяя команда сильнее всех. Вообще всех. Ну, окей, чувак. Следования красной команды идут просто отлично. Вы знали, что по всему острову спрятаны игры? Правда? Говорят, что настоящие трудности встречаются на краю света. Пожалуй, останусь дома. Ну, окей, чувак. А это у нас что? Котики? Они какие-то типа жирные. Забудьте о других играх. Это просто замурчательное. Ну, точно, котики. Какая милота. Эта игра кажется интересной. Жаль, что не с кем поиграть. А, это что-то вроде... Это какая-то японская игра. Забыл, как она называется. Чем-то напоминающая нарды, только сложнее. Если вы вдруг знаете, то обязательно напишите об этом в комментариях. Капа, который просто говорит Капа. Насколько я знаю, Капа это какое-то животное из японской мифологии. Но я почему-то всегда думал... Я был уверен, что оно похоже на лягушку. А это... Какая-то типа птица. О! Данжен! Осторожнее! В этих пещерах легко потеряться. Прикольно. Открыл данж. Блин! А это... А это прикольно. Типа я в какую-то пещеру типа зашел. Попал куда-то. Здесь так хорошо. Никакой суеты. Ну да, получается, помимо каких-то основных игр, их всего семь. Ого, давно я не видел, чтобы здесь был кто-то не местный. Кроме старой черепахи, которая пыталась забраться на вершину. А, это походу... Ну да ладно. Ну да ладно. То есть, помимо каких-то основных игр, вот, которые представлены на этой карте, здесь есть еще всякие попадающиеся тебе на пути прикольные штуки. Я люблю игры чемпионов, потому что нам дают данго. Вкуснятина. Чем лучше вы играете, тем больше шариков данго вы получите. Какие же они вкусные. В общем, как я понимаю, это какая-то тоже национальная японская еда. Честно говоря, не знаю, что это. Ну вот такие вот шарики. Не знаю, что это. Что-то мясное или какая-то сладость. В общем, если вы вдруг такое ели или знаете вообще, о чем идет речь, то обязательно напишите в комментариях, что это такое. А это, я так понимаю, скейтбординг. Ну да, точно. Кстати, да, насколько я знаю, с какого-то года скейтбординг на самом деле стал входить в олимпийскую дисциплину. Так, влево кикфлип. Такое, noise grab. И что там еще? Barrel roll. Влево-вверх и прыжок, типа, получается. А то, что показывается сверху, это типа то, что мне нужно делать? Или это типа то, что я уже сделал? Я просто не совсем понимаю. Блин, я уже третий раз, наверное, играю. Типа катаюсь на этом скейте, и я вообще не понимаю, что происходит. Типа я какие-то трюки делаю. Или... Или шуток сходит вообще. Ой, типа я упал. Так, влево-вверх. А как на рампу-то попасть? Точнее, не на рампу, а на вот эти, на перила. А я хотел скользить еще направо. Ой. Блин, а почему я падаю-то? Так, надо как-то попробовать запрыгнуть на эту штуку. А я типа... Нет, я не по перилам ехал все-таки. Ой. А я сейчас типа что-то крутое сделал, или как? Мне вообще непонятно. Время вышло. Я сделал... О, я видел, что там был написан кикфлип. Ну вот, первый свиток. Ладно, будем использовать быстрое перемещение. Все-таки я хочу посмотреть именно все спортивные игры. Так, это, по-моему, танцы. Да, это так. Неужели это тоже олимпийская дисциплина? Блин, прикольно. Мне вот очень нравится, что у них каждому из вот этих соревнований... А, синхронное плавание. К каждому из соревнований есть такой мини-мультик. О, нет. Это мое самое нелюбимое. Удапнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, пойдем к следующему испытанию Это у нас что? А, да, ты тут будешь соревнуешься с вот этим чубриком Попадание в мишени Точно Стрельба из лука Да, тоже, кстати, насколько мне известно, олимпийская дисциплина Ну, поехали Да, причем, насколько я знаю, вот эти вот маленькие мишени, если ты попадаешь в большую мишень через маленькую, то тебе дают больше очков А, за маленькую в отдельности тоже дают Но за промахи хотя бы не лишают очков Мне кажется, тут можно просто бегать и вообще во все подряд шмаля... А, стоп, за это отнимают очки А, нет, это просто красные ему начисляют Блин, этот чел меня опережает Напоминает, кстати, какую-то, по-моему, было что-то похоже на Тетрисе, что ли Помню, такая старая штука Тетрис Я бы даже не назвал это какой-то приставкой Портативной консолью Это скорее, ну, просто, ну, так и называлось, наверное, Тетрис Там, типа, было много всяких прикольных игр И вот похоже, что-то, по-моему, было А, все? Ну, ладно, не, не хочу вот это заморачиваться И набирать максимальное количество очков Так, на скалах мы полазали Осталось три дисциплины Это у нас что? А, настольный теннис Вот это мне, кстати, нравится Это прям прикольно Ну, он вот прям Наруто какой-то Прям очень похоже на Наруто А вот это, кстати, напоминает Тоже, по-моему Это даже не настольная игра Не консоль Ну, можно назвать это консолью В совке была такая Там у тебя Она максимально примитивная Я тут, скорее всего, сделаю вставку Ну, давай, отбивай Что ж ты не тапаешь? Я же тапаю В общем, она, по-моему, так и называлась Теннис Или тип того И Максимально примитивная Простая игра Но она, кстати, была Очень прикольная в свое время В общем У тебя есть ракетка И ракетка есть у твоего оппонента И там есть шарик, который перемещается И вы, собственно, убиваете его друг к другу И Ваша задача Ну Победить оппонента Не помню, только там на очки Или на пропущенные Но это была тяжелая битва То есть, получается, три звездочки Ну да Раз он мне дал свиток Значит, три звездочки Ну ладно Идем к следующему испытанию По-моему, это регби Кстати, заметили, что гора В виде котика Она была прям очень похожа Ну, может Да, точно, это регби Играю в это регби уже который раз И каждый раз меня поражает Что вот такие маленькие милые чубрики Играют против таких верзил Ну, типа Ну, это же Так нельзя Это как-то нечестно Ах Ладно, еще раз попробуем Потому что мне кажется, что это Во всяком случае Должно получиться легко Бери буст Отлично А, то есть буст тоже передается Прикольно А вот это интересно Что дает Давай-давай-давай Беги-беги Ах ты ж падла Да Причем, кстати, это был именно котик То есть, котиком я забил, получается Да, тоже три звезды Учитывая, что он мне дал свиток Ну, и последняя Спортивная дисциплина Это, по-моему, бег с препятствиями На марафон Ну, да По сути, можно назвать это бегом С препятствиями Тут будут всякие чубрики Которые будут мешать Крабы, по-моему, будут Ой А, ну да Если ты сходишь с трассы То он замедляется Есть еще небольшой скилл Типа ты становишься прозрачным Или типа того И препятствия на тебя не воздействуют У него также есть кулдаун А, или Или когда ты его юзаешь То типа ты не можешь быстро бежать Или можешь Я так и не понял Я типа второй? Да ладно А, нет, третий Ну, первый, походу, где-то уже далеко Он, скорее всего, уже даже на финише Да блин Ну, давай Четвертый Даже ни одной штучки не взял Ладно, надо еще раз попробовать Блин, я вот в самом начале Когда эти чубрики бегут впереди тебя Как-то немножко путаюсь Блин, еще крабы эти дурацкие Он замедляется от того Что бежит, получается, не по трассе Или Стоп, я же не врезался А, внизу еще и скорость моя показывается Вот, это было прямо как в Наруто Блин, это точно как в Наруто Ну, ладно, хотя бы второй Ну, вот, две штуки дали Это получается, везде, где я победил Там мои статуи стоят Великий чемпион по регби Кошка Лаки Как мило Великий чемпион по скейтбордингу Кошка Лаки Забавно Чтобы посмотреть рейтинг Вступи в команду А, ну да Ну, не хочу вступать в команду Как я понимаю Если ты вступишь в какую-то из них То тебе дают какие-то бафы Определенные Ну, ладно, не буду вступать В общем, могу еще сказать Что помимо основных спортивных состязаний Здесь есть еще и всякие побочные квесты То есть персонажи, которые вам встречаются С ними можно взаимодействовать Разговаривать И... Ну, они, скорее всего, сразу выдают какой-то квест Может быть, с кем-то нужно поговорить Но я такого не встречал Мы с соседями сдаем жилье На время игры Это легкий способ немного заработать Ладно, ну вот-то ничего не дал Ого, так я могу делать перекат Или типа того Прикольно Ну так вот Есть всякие побочные квесты Помимо основных соревнований Можно заходить Вот, например, в книжный магазин Тут можно что-нибудь поюзать Карта метро города Тануки Или можно поговорить с кем-то из персонажей Я тренировался весь год И в этот раз я точно выиграю свиток Красная команда Исследуя победу Синяя команда Сильнее с каждым днем Ну, в общем, можно взаимодействовать С предметами, с персонажами И все достаточно интерактивненько Что очень прикольно Добро пожаловать в книжный магазин Читай что угодно Но только не с... Читайте что угодно Только с собой не уносите Ну, иначе... Ну, в общем, вы поняли И так можно заходить, по-моему, почти в каждое из зданий Ну, которое, естественно, с дверью И с чем-нибудь взаимодействовать Что есть в этом здании Вот такой прикольный, забавный и милый дудл Приуроченный к Олимпиаде 2020 года Которая сейчас проходит в Токио Да-да, вы не ослышались 2020 года Несмотря на то, что сейчас 2021 Но вы и сами все прекрасно понимаете Почему многие мероприятия переносятся Или вообще проводятся в режиме онлайн Но будем надеяться, что в скором времени Все начнет налаживаться еще быстрее Ну, на этом все Обязательно поставь лайк Не забудь подписаться на канал Если ты этого еще не сделал Жмякай на колокольчик Чтобы не пропускать новые видео Которые выходят на моем канале Спасибо за просмотр Пока, дружище Лоу, гравитинг